Молодежные новости Чемпионата Эстонии по хоккею Открыла обновленный ледовый холл Ремонтные работы в нем еще не завершены Однако тренировки и игры на ледовой площадке Проводить уже можно темой Воспользовались спортсмены и поклонники Этого вида спорта Вдоль дороги, ведущей к городскому ледовому холлу Выстроилась вереница автомобилей А перед самым входом на ледовую арену Образовалась очередь болельщиков Длиною в несколько десятков метров Матч открыл депутат Рики Когу Бывший профессиональный борец Сумо И боец смешанных единоборств Кайдо Хевельсон, он же известный Барута Почетный гость провел Символическое вбрасывание шайбы на лед Также среди почетных гостей Хоккейной баталии был президент Эстонского хоккейного союза Райна Паррес Скажите, пожалуйста Что открытие такого Хоккейного холла Дает для Кофт Леярви И для Ида Вирма Сегодня мы здесь можем видеть Что она дает Это дает то, что здесь можно играть хоккей на хорошем уровне Что в Кофт Леярви, как мы сегодня здесь видим Очень-очень любят Так что это очень важно Это очень скучали мы все Поэтому, чтобы в Кофт Леярви можно было играть хоккей И то, что теперь здесь такая площадка в хорошем размере То есть не большая, как она раньше, не такая большая, как она раньше была И не так темно, как здесь раньше было Теперь мы сегодня здесь это видим Так что это для всего хоккея в Эстонии И, конечно, хоккея в Ида Вирума Это очень важное событие сегодня Какие соревнования сюда могут приехать? Вот так вот Как более мы имеем такую площадку Для чемпионата мира сможешь это сделать? В потенциале, да Но для этого нужны раздевалки То есть, чтобы организовать здесь В сегодняшнем формате чемпионат мира То нужно иметь 6 больших раздевалок То есть, здесь будет 6 хоккейных команд И нужно будет иметь 6 таких раздевалок Куда можно поместить 22 игрока, скажем так И это не значит, что там один стул вдоль стены И там 22 стула и все Это довольно большое Потому что у хоккеистов много аппликировки И нужны как бы раздевалки Но то, что вообще здесь «Скотла Эрвис» составили Вокруг вот этого дворца Футбольная площадка, которая с травой Да, потом футбольная площадка искусственная Потом этот спортивный комплекс Который там новый построили То в моем видении это первым делом Дает потенциал вот сюда, чтобы приехали На самом деле хоккейные команды И детские, и взрослые в лагеря Да, это как бы первоначально Чтобы здесь создавать вот такие возможности И потом уже, когда пойдет И будет где жить Потому что сейчас, насколько мне известно Жить нужно все равно будет ездить куда-то В Тойла или еще куда-то Если там еще остается вот хостель Напротив этого нового спортивного комплекса То это, конечно, сделает это как бы уже Скажем так, что почти готовым И тогда уже следующий шаг Надо думать, как сделать так, чтобы Хватало раздевалок для всех этих команд И тогда, да, почему нет Потому что еще раз То, что я сейчас вижу на поле Это прекрасно Хоккеистов из Латвии И сопровождала команда фанатов Демонстрировавших Мощную поддержку своих спортсменов Звуки барабанов Парижан задавали ритмы И создавали еще Перед началом самой игры Боевое настроение И хотя на трибунах Болельщиков Эвереста Размеры плаката Встречались существенно меньшего размера Местные фанаты хоккея Взяли количество Бурно встречая Каждую заброшенную шайбу Игроками Эвереста В ворота соперников Словом, нешуточные страсти Разыгрались на Кослоярвицком льду К тому предшествовал матч в Риге По итогу которого Со счетом 5-4 Победу над Эверестом Одержал Курдвас А в полуфинальной серии Спортсменам Исты Ида Вирма Представилась возможность Отыграться Их хоккеисты Эвереста Своего шанса не упустили Не жалея клюшек И собственных сил В первые же минуты игры Пошли в нападение И завершили первый период Со счетом 1-0 В втором периоде Игрокам Курдвас Удалось Улучшить свое положение Отправив шайбу В ворота Эвереста Однако Кохлоярвицкие спортсмены Мириться с ответочкой Не стали И завершили второй период Со счетом 3-1 В нашу пользу Немного поубавить Накал первых двух Периодов игры Сумели фигуристки Местного спортивного Клуба Iceway Которые Предоставили возможность Всем собравшимся Гостям Болельщикам Перевести дух И насладиться грацией И мастерством Юных спортсменок Слава Игрокам Верния Слава Екатерина Слава На Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я так понимаю, что вы одна из первых, кто взяли и попробовали ледовое покрытие. Как вам ледовое покрытие? На самом деле не такой твердый, как есть в других городах. Очень комфортно кататься. Вот были небольшие падения, но ничего, это поправимо. Так, ну а здесь помягче немножко, да, лед? Ну да. А что такое мягче, а что такое тверже? Я понимаю, для меня лед всегда лед. То есть он холодный и твердый. На самом деле, когда лед мягче, легче, имеет ребро, то есть легче кататься. А когда твердый, соответственно, сложнее. То есть здесь совсем все приятно? Да. У вас тренировки до того, вот как взять и здесь новый ледовый холл построить. Где занимались? В Нарву ездили. То есть вам приходилось кататься туда? Да. А вы представитесь нашим телезрителям? Как вас зовут? Елизавета Гордиенко. Да. И занимаетесь где? В Кухлояровой клубе фигурного катания Iceway. Iceway, да? Давайте помашем. Да, всем привет. С начала третьего периода кухлояровские болельщики не сдерживали эмоции, пытаясь как можно громче поддерживать игроков Эйреста. Продолжали сохранять эдемизм и фанаток Бриевского Куртбатс, продемонстрировавшие всем собравшимся, что нужно оставаться до конца встречи вместе с любимой командой и поддерживать ее, несмотря на холод или цифры. В этот вечер все гости смогли насладиться по-настоящему спортивной атмосферой, где было все. Захватывающие баталии на льду, эмоциональные болельщики добродушны, маскот яркой выступлении фигуристок и даже романтика. Ну а самую важную встречу для себя на льду в Кохлое-Арве, по нашему мнению, завершил Андрей Бедняков, заседник команды Эйвереста. После завершения встречи организаторы пригласили его девушку Екатерину на лед, после чего все игроки команды вручили порозе, и последним вручая Андрей встал на колеру. Молодой спортсмен получил заветное да, ну а публика встречала решение девушки бурными аплодисментами. Романтической кульминацией вечера предшествовала жаркая борьба хоккейных команд, которая длилась более двух часов. Причиной того стали частые потасовки между хоккеистами. Итого на счету Эйвереста 18 удалений и 21 у рисковок Куртбас. Сама же встреча завершилась со счетом 5-1 в пользу хоккейного клуба из Кохло-Арве. Поддержка, она, сами видите, по счету, она многое значит. Надеюсь, культура эта привьется, как бы, и люди начнут ходить с барабанами, как вот латвийские болельщики, к примеру, и более яростно болеть. У нас немножко еще... или давно не было хоккей, или не знаю почему, как будто в театр люди приходят посмотреть, а спорт, спорт это все-таки немножко другое. Здесь надо наоборот покричать, театр нельзя кричать, а тут наоборот надо. И, ну, к концу игры видно, что зрители вспомнили, как это делается, как надо болеть, и отлично поддерживали. Да, спасибо огромное, да, вам побед пожелаю, да? А вы можете молодежи что-то взять и какой-нибудь привет передать, пожелать что-то, да? Может быть, это кто-то... у вас появится побольше народа в команде? Да, ну, пожелания, во-первых, ходите на хоккей, болейте, потому что сейчас обновленный стадион, хорошая команда, хорошо играет, то есть довольно много побед, есть на что посмотреть. Мы играем только для зрителей, потому что, ну, если зрителей нет, нам, в принципе, нет смысла соревноваться, то есть это экшн, зрители должны смотреть, получать удовольствие, ходить отсюда с хорошим настроением, с хорошими эмоциями. Ну и второе, конечно, я надеюсь, что после открытия Ледова произойдет небольшой бум, и детки пойдут в хоккей, и мы очень ждем в свой клуб, хоккейный клуб «Эверест», детей, чтобы они приходили и потом выходили там спустя 15 лет и радовали также болельщикам. Три шайбы в ворота Рижан забросил Даниил Войтко и две Андрей Розенко. Таким образом, кухловярский «Эверест» и рижский «Курт Бац» в полуфинальной серии идут со счетом 1-1, ноздря в ноздрю. Если победитель в первой полуфинальной паре уже известен, им стал хоккейный клуб «Вялк-494», то имя второго участника финала Эстонской хоккейной лиги определится уже 2 апреля на игре в Риге, где в борьбе за право участвовать в финале в Норск лестнутся команды «Эверест» и «Курт Бац». Поэтому держим кулаки и продолжаем болеть за нашу команду. Денис Озерев и Леотельнов специально для молодежных новостей. МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok